Привет, друзья! Сегодня мы подготовили для вас 8 офигительных вещей, которые вы можете сделать с помощью клея. Начинаем! Номер 8. Перед тем, как я расскажу, что вы сможете сделать из клея, я покажу вам, как наладить производство собственного клея в домашних условиях. Для этого нужно смешать 100 грамм муки и 100 грамм сахара. Размешивая липкую массу, нужно периодически подливать немного воды, пока эта субстанция не станет похожа на клей. Вот и все, клей готов! Поехали дальше с номером 7. Делаем красную слизь. Налейте клей в миску и размешайте его с краской. Подойдет, например, акрил или пищевой краситель. Как только клей и краска хорошо смешаются, добавьте одну крышку кондиционера для белья и снова хорошенько перемешайте. Повторяйте это до тех пор, пока красная масса перестанет впитывать кондиционер и станет похожа на слизь. Теперь желательно одеть резиновые перчатки. Возьмите немного слизи и начните выжимать из нее жидкость. Примерно через 10 минут у вас получится вот такая прекрасная слизь. О, какая классная! Номер 6. Чаша из клея. Для начала вам понадобится стакан или небольшая миска желаемой формы. Переверните сосуд дном вверх и начните формировать дно чаши горячим клеем. Как только дно высохнет, можно начинать тянуть линии к верху емкости, а потом и соединить их воедино. Обратите внимание на то, чтобы линии были не очень тонкими, иначе ваша чаша не сможет выстоять ежедневное использование. Теперь вам нужно выдавить большую заключительную линию на горлышке стакана, чтобы закрепить корпус. Осталось подождать, пока застынет клей, и аккуратно вытащить стакан. Та-дам! Ваша чаша готова! Теперь можно заполнять ее сладостями, ну или еще чем-нибудь. Это уже на ваше усмотрение. Номер 5. Тюнинг вешалки. Возьмите вешалку из дерева и нарисуйте горячим клеем кривую линию от крючка. После того, как клей высохнет, вы сможете вешать даже те вещи, которые обычно спадали с вешалки. Практично, правда? Номер 4. Магнитная слизь. А сейчас немного волшебства. Добавьте клей в миску, затем сполосните пустую бутылку от клея водой и вылейте ее в миску. Теперь надо хорошенько все перемешать. Добавьте немного кондиционера для белья и крахмала. Снова хорошенько перемешайте содержимое миски. А сейчас перейдем к самому важному магическому ингредиенту. Железный порошок. Добавьте его столько, чтобы масса стала серого цвета. А теперь, если вы поднесете к слизи магнит, начнутся настоящие волшебства. Вау, как круто. Перейдем к номеру 3. Сейчас мы затюнингуем ваши домашние тапочки, которые то и дело норовят вас уронить на кафельный пол. У вас такие тоже есть, правда? Чтобы тапки больше не скользили, нужно нарисовать на подошве вот такую кривую линию. Как только клей высохнет, можно смело бежать за новой порцией клея. Потому что этот лайфхак также поможет вам сделать нескользящий коврик, например, для ванной комнаты. Просто выдавите немного клея по периметру и дайте ему высохнуть. Коврик готов! Номер 2. Декорация банок, стаканов и вас. Возьмите емкость и нарисуйте горячим клеем желаемый мотив. Как только ваше произведение искусства высохнет, можно прибавить немного красок. Если немного потренироваться, вы уже в скором времени сможете сделать вот такие замечательные предметы декора, которые можно использовать, например, для фломастеров. Ну вот мы и подошли к номеру 1. Водяная бомба! Да, водяную бомбу можно сделать и с помощью клея. Налейте немного клея в миску, залейте небольшим количеством воды и хорошенько перемешайте. Клей начнет превращаться в белую массу. Достаньте клей из миски и отожмите из него оставшуюся воду. А сейчас натяните клейкую массу на кран и аккуратно заполните ее водой. Водяная бомба готова! Аккуратно заклейте отверстие, чтобы вода не вылилась и можно приступать к бомбардировке. На сегодня все. Делитесь свежими лайфхаками с друзьями, подписывайтесь на канал. До следующего раза. Чао!